Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Гость в студии. Это радио Комсомольская правда. 400 городов вещания, в том числе в Екатеринбурге. Нас можно слушать, слышать, принимать сразу в трех крупных городах. Это Екатеринбург 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6, Серов 89,5. Кроме того, я знаю, что и вы это делаете, уважаемые наши слушатели. Слушайте нас через интернет-вещание на сайте радио КПРУ, а также скачав приложение к себе на мобильные гаджеты радио КПРУ. Только в этом случае, напоминаю, не забудьте город вещаний Екатеринбург отметить, и тогда вы точно будете в курсе всех новостей Среднего Урала. Меня зовут Людмила Варакина, и у нас в студии находится заместитель министра энергетики ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын. Андрей Николаевич, приветствую вас. Добрый день. И сегодня мы будем говорить не о том, как у нас идут опрессовки, не о подготовке к отопительному сезону, об этом, конечно же, будут разговоры, но чуть позже. А сегодня наша тема и наш разговор посвящен о том, как же голосуют уральцы за объекты благоустройства по национальному проекту «Комфортная городская среда». Итак, 31 мая закончится голосование, то есть это следующая среда, и давайте подведем такие предварительные итоги, как голосует Свердловская область в этот раз. Ну, во-первых, Людмила, я хотел бы сказать, что предваряло голосование администрациями, собирались предложения от жителей, и еще раз подчеркну, единственный, на самом деле, единственный национальный проект, который опирается 100% на волеизъявления жителей, на мнение жителей при реализации проектов, это «Комфортная городская среда», это благоустройство наших скверов, парков, набережных. Работаем мы уже 6 лет, голосование проводится 5-й год, первый раз это было в 2018 году, и администрации, собрав предложения от жителей, проводили их публичное обсуждение, ранжирование, и перечень наиболее востребованных проектов, он предложен был на голосовании, начиная с 15 апреля этого года. В обсуждении принимало участие свыше 300 тысяч уральцев. В голосовании на сегодняшний момент приняли уже участие свыше 737 тысяч. Это много или мало, по сравнению с прошлым годом, например? На уровне прошлого года, скажем так. На уровне прошлого года, но мы знаем динамику, мы понимаем, и в том числе я сегодня у вас в гостях, для того, чтобы последние эти дни не расслаблялись, воспользовались возможностью решить, по сути, одну из важнейших задач своего города, чтобы он был благоустроенный. При этом не нужны никакие финансовые вложения, не нужно быть каким-то депутатом, специалистом, представителем органов местного самоправления. Каждый житель старше 14 лет может зайти на сайт 66gorsreda.ru. Если это ребенок, подросток, он пользуется авторизацией через сотовый телефон, взрослые авторизуются для верификации голосов, чтобы не было накруток и так далее. Взрослые авторизуются через госуслуги. У нас практически все жители имеют аккаунт на госуслугах. И самое главное, есть возможность познакомиться со всеми материалами. То есть, краткие аннотации из проектов, предлагаемых голосованию, все размещены на страничке города, в котором зарегистрирован данный житель. Можно даже задать через систему обратной связи вопросы волонтерам, закрепленным за проектами. Ну, кстати, вот по поводу волонтеров. Волонтеры же ведь, они и по улицам ходили, городов, и могли помочь и помогали тем людям, кто, ну, может быть, люди старшего возраста, кто не зарегистрирован на сайте госуслуг. Они, я знаю, что помогали им, а мы об этом тоже говорили на радио «Комсомольская правда». Волонтерское движение в Свердловской области в рамках нацпроекта. Спасибо большое здесь за конструктивное сотрудничество Министерства образования. Одно из самых мощных в Российской Федерации. И волонтеры не только ходят, они продолжают предлагать сверлочанам проголосовать. Как правило, они размещаются либо в торговых центрах, либо где-то на развязках пешеходных, там, где большая проходимость. И если нет желания самому копаться, хочется задать еще какие-то вопросы. Вы встречаете волонтера, они в брендированных накидках, ребят молодые, как правило, коммуникабельные. Они всегда помогут, ответят на вопросы, помогут зайти на 66gorsreda.ru и выбрать тот проект, который понравился. Кстати, вот наша слушательница пишет, что я не голосовала, потому что нужно предоставлять свои личные данные сайту. А я на это не согласна, вход через госуслуги. Может быть, это основная причина, почему уральцы не хотят голосовать? Как вы считаете, недоверие, что обманут, заберут их данные? Я, Людмила, как человек, имеющий собственный аккаунт на сайте госуслуг, я понимаю, что авторизация на сайте 66gorsreda проходит применительно к аккаунту госуслуги. И 66gorsreda не получает доступа к полной личной информации. Поэтому это лишь средство верификации. Если вы не уверены в сохранности своих данных на сайте госуслуги, но я могу только посочувствовать. Конечно, разные бывают случаи, но поверьте, участие в голосовании за проекты благоустройства – это не тот повод, чтобы опасаться за использование личных данных. Никто ими не будет пользоваться. А вот объясните еще такой момент. Могут ли маленькие населенные пункты претендовать на то, что у них тоже будет благоустроен какой-то сквер, парк, набережная? Ну вот условная Шаля, например, да, там живет 6 тысяч человек. Районы центра, поселок Сагра в 15 километров от Шалей, там уже 1100 человек. И он выдвинут для голосования, там есть объект. Вопрос. Вот когда в Сагре что-то благоустроят, или будут в приоритете только районные центры для благоустройства? Обязательный характер голосования носит для 47 городов Свердловской области. Но уникальный опыт Свердловской области состоит в том, что уже второй год мы реализуем по решению губернатора области Евгения Владимировича Куевышева, мы реализуем программу, связанную с благоустройством поселков городского типа и сельских населенных пунктов. Только за счет областного бюджета, без федеральной составляющей. И в ходе отбора территорий для финансирования проектов в данных населенных пунктах, мы также учитываем, проводилось ли рейтинговое голосование, участвовали ли жители и отдавали ли свои голоса. Потому что есть действительно ярчайшие примеры, когда не учитывать мнение свердловчан в конкретном населенном пункте просто нельзя. Потому что настолько активность серьезная, и мы понимаем, что эти проекты действительно востребованы. Это какие примеры? Ну, если на сегодняшний день говорить, в принципе, ориентиром для нас являлось это не ухудшить результат прошлого года. В прошлом году несколько более 25% жителей, имеющих возможность голосовать, это старше 14 лет свердловчане, принимали участие. Но вот в этом году возьмем, скажем так, лучшие результаты. Волчанск. Небольшой город. Все жители, все практически жители старше 14 лет на сегодняшний день, еще до окончания голосования, отдали свои голоса. Разве можно не учитывать такой результат? Верхняя Тура. 75% жителей проголосовали. При этом и Волчанск, и Верхняя Тура, они традиционно все 6 лет, они активнейшие участники программы. И при такой поддержке народа разве можно отказать в реализации проектов? А Рамиль. 75%. Город рядом с мегаполисом. Многие работают в мегаполисе, заняты и так далее. Находит администрация возможности дойти до людей. Находят люди возможность отдать голос за свои проекты. Талица, Красноуфимск. Больше половины жителей отдали голоса. Это живые примеры. Мы об этом поговорим чуть позже на радио Комсомольская правда и о других городах, и о других объектах. А сейчас у нас реклама на радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами. Через 2 минуты мы продолжим наш разговор с Андреем Кислицыным, заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. ГОСТЬ В СТУДИИ В Свердловской области, безусловно. Вы говорите, что за 6 лет было много чего сделано. Интересные объекты у нас появились. И это мы тоже неоднократно обсуждали, говорили, приводили примеры. Тем не менее, есть у нас населенные пункты, скажем так, аутсайдеры. То есть не все такие, как в Волчанске, не все работают для того, чтобы люди активно начали голосовать за парки, скверы, набережные. Вот мы знаем, что Екатеринбург в аутсайдерах. А кроме Екатеринбурга, какие еще территории? Где нужно поднажать и местным жителям точно прийти, проголосовать, либо зайти в телефон на сайт или еще где-то? Если позволите, конкретные проценты, ну, я бы не стал называть, действительно... Ну, несколько примеров. Хуже результаты в Екатеринбурге, Алапаевске, в Верхней Пышме, в поселке Арти. Это вот те муниципалитеты, которым надо, ну, действительно, оставшиеся несколько дней использовать продуктивно. Ведь еще раз подчеркну, мы все сегодня, все города, все поселки, мы все работаем не только на будущий год, на 2024. 2024 год сегодня формально по документам, это последний год реализации данного нацпроекта. Понимаете? И сегодня Министерством строительства Российской Федерации, региональными властями, ставится вопрос о возможности продления, потому что проект крайне востребован. Он действительно дает отдачу. Мы видим, как хорошеют наши города, как комфортнее, удобнее становятся жителям, как молодежь, особенно в летнее время. Вы посмотрите, сколько в новых парках, скверах, на набережных, сколько молодежи, сколько общения, сколько положительных эмоций. Мы хотели бы, чтобы этот проект был продлен. И, конечно, наш общий вклад будет в то, что если Свердловская область значимый результат покажет, а наш субъект, это субъект с наибольшим в России количеством городов. Если губернатор Свердловской области будет обращаться к президенту с просьбой поддержать инициативу Минстроя о продлении данного проекта, и подтверждением востребованности проекта будет 700 или 800 или 900 тысяч голосов, это значимый голос на уровне Российской Федерации. Вы знаете, в соцсетях сейчас ходят такие страшилки, что если уральцы не будут голосовать за объекты благоустройства, благоустройства покажут худший результат в стране, либо в городе в каком-то конкретном, то, соответственно, Москва денег не даст. Так ли это? Нам на самом деле могут не дать деньги на благоустройство по нацпроекту? Результат голосования, скажу так, будет учитываться не в наличии софинансирования, а в его размере. То есть, сумма... То есть, распределение субсидий между субъектами Российской Федерации ведется в том числе с учетом результатов рейтингового голосования. То есть, это показатель, насколько востребован данный проект в конкретной области, в конкретном крае или республике. При этом, еще один момент, на который хотел бы обратить внимание. Свердловчане одни из самых активных участников Всероссийского конкурса малых городов. Это индивидуальное решение по городам, которые представляют на Всероссийский конкурс свои проекты, и от трех до пяти до шести муниципалитетов ежегодно побеждают в этом конкурсе от Свердловской области, получают значительный объем федеральной поддержки и реализуют действительно уникальные красивые проекты. И это заслуга в том числе всей области, потому что мы даем хороший результат с точки зрения востребованности проекта, с точки зрения обратной связи с жителями. Подчеркиваю, но единственный проект, в котором мы можем принимать решение напрямую. Между нами и решением нет никаких, скажем так, промежуточных стадий. То есть, вот мы отобрали, допустим, в городе пять проектов, и большинство жителей говорит, мы хотим, чтобы парк был сделан в таком-то месте и в таком-то виде. И администрация обязана будет это решение реализовать. Вот в Екатеринбурге есть два парка, парк имени Энгельса и летний парк Уралмаш, которые еще до начала объявления рейтингового голосования получили поддержку в лице частных инвесторов. И депутатов, гордумы, и общественных организаций самых разных. Вопрос, а для чего же тогда вот эти объекты включать в голосование, если в любом случае они будут реконструированы? Может быть, их убрать и вместо них другие объекты выставить? Людмила, ну, любая частная инициатива, любая поддержка, честь и хвала тем спонсорам, попечителям, жертвователям в городах, да, которые берут на себя такую ответственность, но это все-таки добровольная инициатива. Разные могут быть обстоятельства, разные моменты могут складываться при реализации проектов. Поэтому, тем не менее, данные объекты, так как они были отобраны жителями при предварительном обсуждении, они включены в перечень объектов для голосования. Вне зависимости от того, что будет с частными инвестициями в данные объекты, а даже не с инвестициями, да, а с пожертвованиями, направленными на благоустройство городов, мы будем, во всяком случае, вместе с муниципалитетами готовы подхватить данные объекты. Вы знаете, уральцы часто жалуются нам на радио, присылают сообщения, что когда происходит реконструкция парков, скверов, набережных, то вырубают деревья. Вот сейчас начали как раз реконструировать в Екатеринбурге парк Энгельса и стали убирать там деревья. Нельзя без этого вообще никак обойтись? В любом проекте, вот совершенно точно могу сказать, как курирующий данный проект зам, в любом проекте минимизируется уборка уже существующих насаждений и деревьев. Мы прекрасно отдаем себе отчет, сколько лет должно пройти, чтобы крупноразмерное дерево выросло в конкретном месте. Если это происходит, то этому есть две причины. Либо реальное объективное состояние дерева и обследование предварительное проводят специалисты-дендрологи, либо объективно невозможно без уборки данных деревьев разместить предусмотренный проектом объект. При этом очень часто администрации до последнего корректируют расположение тех или иных элементов благоустройства, чтобы минимизировать, подчеркну, опять-таки, влияние на существующую среду. Ну вот, кстати, муниципалитеты сейчас уже приступили к благоустройству территории, за объявления которых жители голосовали в прошлом 22-м году. Вот об этом можете очень коротко рассказать? Практически на всех площадках начаты строительно-монтажные работы. Мы уверены, что с планами мы справимся. Никто не говорит, что это идет просто, но все муниципальные контракты заключены. Идет поставка материалов, идет подготовка территории. Есть ряд объектов, которые уже завершены, либо близки к завершению. Это так называемые переходящие объекты. То есть, если этап был начат в 22-м году, в 23-м идет уже завершение. Поэтому ждем, ждем вместе со всеми свердловчанами тех приятных моментов, когда будут открываться новые парки, скверы, общественных территорий в этом году в 49. Будет благоустроено за счет бюджета. Это по всей Свердловской области, заметим. Ну и в конце нашей программы, вот осталось меньше минуты до конца эфира, давайте еще раз напомним нашим слушателям до 31-го мая. Как они могут проголосовать? До 31-го мая. Либо заходите в свой личный кабинет на сайте госуслуг. И там уже висит вкладка «Комфортная городская среда», «Голосование». Выбираете объект, вы автоматически подтянетесь к своему населенному пункту, исходя из регистрации на госуслугах. Либо в поисковике находите 66-горсреда.ру. Вас переадресует на сайт соответствующий, вы вводите населенный пункт своей регистрации, авторизуетесь через госуслуги, смотрите проекты, которые размещены, выбираете и голосуете. Либо, если вы встречаете на наших улицах, в торговых центрах, где-то на остановках, встречаете волонтеров наших ребят с соответствующей символикой одетой «Комфортная городская среда», подходите, они вам помогут авторизоваться, отдать свой голос. Пожалуйста, найдите буквально 5-10 минут для того, чтобы решить будущее своего города, поселка, чтобы улучшить жизнь в нем для всех. Андрей Кислицын, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, был на радио «Комсомольская правда». Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами. Всего самого доброго. До свидания. Гость в студии. Бесконечно можно слушать три вещи. По хвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.